Глюкоза 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 В этой студии ты у нас первый раз? Да, в этой, да. Отлично. Начнем, естественно, с чего? Конечно, не могу не рассказать о том, что, как всегда, был в интернете. Как всегда был в интернете. Ну, опять же, список сайтов я пока умолчу, но те самые тоже были. Но на информационных сайтах история такая. Что за романтическая история такая со СМЕРШ? Сначала сначала с одним, потом с другим. Неправда, неправда, ложь. Тихо, так ты говоришь. Фадей предложил руку сердца, потом за Витаса. У нее сейчас рассматривается Витас как жених, значит, рассказывай. Да на ком только не женили. Женили и на моем директоре, и на гитаристе. Женят на все. Нет, я совершенно свободна. На данный момент у меня молодого человека нет. А я вот так, что приглашайте меня в гости. Я хорошо куплю гликозы. Когда ты была у нас, наверное, ну, несколько месяцев, даже, наверное, больше, чем полгода назад, мы с тобой обсуждали, там, ходишь ли ты по ночным клубам, пьешь ли ты алкогольные напитки, участвуешь ли ты в групповых программах, каких-то развеселых. Ну, учитывая, что жениха нет, видимо, участвует. Вот мне хочется спросить, изменилось ли что-то с тех пор? Ты сказала, что ничего этого в твоей жизни нет, есть только компьютер, клавиатура, и иногда ты позволяешь себе с мышкой немножко. Изменилось, я начала немножко ходить по клубам. Так. Я могу позволить тебе бокал шампанского на Новый год. Юрка, сбегай в столовую, давай, на Новый год. Так. Ну и вот снимай с групповых программах. Прекрасно, прекрасно. Добро пожаловать. Пожалуйста, отправляйся в зону для релаксации, там тебе сейчас поднесут бокал шампанского. Это вот туда. Натальное шоу в эфире. Напоминаю, что сайфри звезды ближе, потому что у нас появился ноутбук. Можете сбрасывать свои вопросы к нам на колл-центр, либо с помощью смс на номер 4445. Первые символы должны быть 9-5, тогда все придет прям к нам непосредственно на шайтан машину, и мы сможем задать вопрос глюкозе. Сегодня глюкоза у нас в гостях. Ну так хорошо начала, давай продолжай. Да, вот первый вопрос меня покорил до глубины души. Первый вопрос звучит так. Глюкоза, поешь ли ты под фанеру на своих концертах? Нет. Спасибо большое. Вот понимаете, тем более, что у вас есть шанс сегодня с помощью самого оригинального вопроса выиграть, что мы его разыграем, диск? Абсолютно справедливо. Три плаката с мэш, соответственно, с первым и с вторым любовником глюкозы. Я обещал, что ты расскажешь, сколько Жанна получает за твои песни, которые ты исполняешь ее голосом. Какой отказ? Я не знаю, честно говоря, я хотела бы сама у нее спросить, сколько она получает. Ну то есть давай уже, теперь уже возможно на камеру сказать честно, на всю страну открыто, что я пою свои песни, свои голоса. Я уже сто раз говорила, уже пять раз сказала в тотальном шоу. И еще раз, это шестой раз говори. Но я же не на вас каждый раз приходят такие вопросы. Ну я, честно говоря, не хочу оправдываться. Ну и правильно. Хорошо. Ты знаешь, интернет действительно полнится слухами о тебе. Скажи, пожалуйста, что самое нелепое из последних новостей в желтой прессе о тебе появилось? То, что у меня роман с моим директором, то, что у меня роман с моим гитаристом, то, что у меня на мизинцах протезы. С Доберманом у тебя нет романа? Нет. Все-таки, да, вот обратите внимание, Ира как съездила на гастроли в Красноярск, ее интересные всякие темы интересуют. А я вот помню, от Аркуши Нашвили прославился с вопросом, спит ли Валерий Леонтьев со своим догом. Стал известным на всю страну. Ну, так почему же я не могу пожать лавры? Слушай, ну вот эта история про Доберманов, это же твои собачки, да? Да, мои. А кто за ними следит, пока ты на гастролях? Или ты их с собой все время таскаешь? Родители. А вот тот Доберман, который вышел на Рыму, и в частности с тобой был на сцене, это сейчас Доберман? Мой. Твой же той. У меня две собаки. А как ты выбрала, того или другого, того или другого? Кто был достойней? Кто должен был выйти? Ну, просто первый, который вышел, он старше, а младше не умеет. Ты боялся, что он обгадится на сцене, да? Да нет, я боялась, что он в толпу прыгнет и обгадится все, кто были в зале. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у тебя нет сейчас жениха. Как ты думаешь, это проблема? Или, слава богу, повезло? Нет, это не проблема, это просто вот такой промежуток жизни. Сколько раз ты была на отчетных концертах в фабрике? Ну, примерно, хотя бы, там, 3-4, может быть. Из зала подсказывают 4, правильно, нет? Ну, почему? На фабрике, на 5-й, на 5-й сколько раз ты была? Один. Один раз, да? Нет, один. Я запуталась. Ну, ты с Мусяковым пела в итоге? Да. Не помнит уже. Столько мужчин, а вручье не помнит. Не, 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 я просто не поняла фамилии, я знаю их, но... Мужчины мелькают в жизни, право ли? Высокий, черненький. Похожий, да, на Энрике Глесис. Да. А, вечно. Белая с Мусяковым она, вот, выяснили, наконец. Ладно, давай сейчас посмотрим рубрику по домам. Да, но стоит напомнить, что самый подлый участник, мы все-таки продолжаем это выяснять с помощью смс-голосования. Номер для ваших смс-ок с номером участника, плашка на экране, смотрим фабрику 5 по домам. Помню, что у нас сегодня в эфире барышня-очаровашка, которую зовут Глюкоза. Мы продолжаем с ней общение, и у меня такой вопрос назрел, пока мы смотрели фабрику 5, не о фабрике 5 вообще. Когда, наконец, мы увидим тебя, не только я, когда все мужское население увидит тебя в каком-нибудь мужском журнале, в реальном, на обложке. Потом еще, чтобы там еще 5-6 полос было с полуобнаженкой, возможно, еще с обнаженкой совершенной. Когда? Почему мы не можем... С чернокой такой конкретной, да? Нет, зачем чернокой? Садомаза, кожа, плетки. Красиво снимают сейчас фотографии. Ну, как хочешь, Наташа, хочешь садомаза, давай садомаза. Главное, когда? Нечего мне показать, отвечу так, наверное. У тебя красивое тело, хорош. Кто, ну, здесь мужчины есть в студии. Скажите, да, красивое тело, да, вот сейчас сидит рядом со мной, согласитесь. Нет, Юра, честно говоря, я просто думаю, что пока есть что-то еще показать без этого. Вот когда совсем не останется ничего, а так захочется тебе показать, то, наверное, тогда разделась. Вот так, да? А у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, Наташа, ты натуральная блондинка или все-таки в душе брюнетка? Нет, я не брюнетка, я сама по себе русая, но вообще оскрашенная. Скажите, пожалуйста, чем ты оправдываешь анекдоты про блондинок? Как ты думаешь, почему так много анекдотов про блондинок? Чем они заслужили это? Ну, я не знаю, ну, скорее всего, это поговорка просто. Я ничем не оправдываю. Про треугольные грабы будет сейчас шуткой, нет? Нет, сегодня не будет шуток про треугольные грабы для блондинок. Я не считаю себя дурой или тупой. Я нормально, адекватный человек. Ну, потому что ты в душе шатенка, понятное дело. Окей, по поводу твоих экстремальных увлечений. Вот я с Чуриковой, допустим, прыгал с парашютом с 3000 метров. Рассказываю о своих парашютных экспертах. А я прыгнула в тандеме, правда, но с четырех. Отлично, прошлое сутки. Так что, велкам. А я бы вот с удовольствием в тандеме бы прыгнула с Александром Анатольевичем. Можно даже с полутора метров, ничего страшного. Главное, что в приятной компании. Александр Анатольевич представляет свою рубрику «Ньюс-видео». Я тебя умоляю, не говори, что там будет. Пускай Анатольевич съест свой хлеб заслуженно. Да, это было ньюс-видео от Александра Анатольевича, апокалиптика «Расмус» и группа «Хим». А мы рассасываем глюкоску под язык, как мне советовал детский мой доктор-терапевт, он же педиатр. Да, он же практолог, как мне подсказывает мой редактор. Мой практолог подсказывает. Ну, я, к сожалению, не пригласил. Так вот, пришло 30 вопросов тебе, Наталья, от Вячеслава Амельна перед эфиром. Видимо, я мой фанат. Один из вопросов такой. Наташ, правда, что у тебя будет шоу не хуже, чем у Мэрилин Мэнсона? Он порезал себя на сцене не так давно. Ты тоже будешь себя кромсать? Нет, кромсать себя не буду, но я ничего не расскажу, потому что это секрет. Скажу только одно. Секундочку, нет. Для того, чтобы осуществить это шоу, мы работаем с институтом физики. Я хочу знать, когда. А то, знаешь, так пройдет, а я вот и не узнаю. Когда планируешь примерно месяц? В конце февраля. Понял. Ну, я уверена, что мы будем разыгрывать билеты на это феерическое действие, так что участвуйте в наших конкурсах. Обязательно попадете на конкурс. Близз-опрос. Фееричный близз совершенно будет. Вопросы отличные приготовили для тебя. Итак, близз, глупые вопросы. Сигнал. У вас они всегда замечательные. Сигнал. Окей, какие глюки обычно бывают у глюкозы? Как подключают? Разноцветные. Зачем доберманам в детстве режут уши? Для того, чтобы они стояли. А, кстати, вот по поводу стояли. Кто назвал Ваньку встанькой? Не знаю. Зачем твоему клавишнику пружина? Чтобы качать. Что означает русская поговорка? Невеста без места. Без жениха. В гримерке делили деньги. Сколько у тебя сейчас с собой? Нету вообще. Без копейки. Бедная. У меня даже карманов нет. Без мужика. Без денег. Зачем голубик гадит на памятники? Чтобы деньги были. Почему от мужчин, я не знаю, говорят от мужчин балдеют, а почему? От мужчин говорят балдеют. Почему? Ну, не знаю. А как от них можно не назвать? Так он меня смотрит сейчас. Я смотрю и балдею. Ну, я пока в норме. Назови, пожалуйста, первую рифму к слову глюкоза. Первую, пришедшую в голову. Коска, глюкозка. Как угодно. Глюк. Почему из карамели делают в основном петушков? Не знаю. Петушков. У нас визуальный контакт отличный. Петушков могут делать и не только из карамели, честно говоря. Вообще, по-моему, надо запретить уже в Блице использовать ответ «не знаю», потому что так это как-то неинтересно все получается. Да, также «да», «нет», «черное» и «белое». Хорошо, знаешь, можно разрешить использовать ответ «не знаю», но только для Алсу, потому что она у нас вне зачета, вне конкурса, бежит по отдельной дорожке на Олимпиаде всегда. Итак, у нас Алсу «Always on my mind». Окей, сейчас будет премьера новой композиции «Глюкоза», которая называется «А снег идиот». Снег идиот, кстати, погода шепчет. Правда, сейчас 0, минус 2. Не долго стоять с плакатами группы «Смеш», давай же разберемся. Я сначала избавлюсь от «Нарцисса», если можно, хорошо? Дело в том, что этот новый компакт-диск получает Вячеслав, большой поклонник «Глюкозы», который прислал Наташе 30 вопросов прямо перед эфиром на ноутбук. Ну, теперь аттракцион «Неслыханной щедрости». Один сюда, один сюда. А этот я, пожалуй, возьму себе домой. Нет, это я возьму себе домой. Нет, я возьму себе домой. Открывай сюда. Это, пожалуй, вам, ребята, девчата. На холодильник наклею, тогда не будет хотеться есть никогда. Уже я буду бояться подходить к холодильнику. Окей, договорились. Друзья, нам что осталось сказать? Что-то завтра у нас здесь, на этой сцене, в тотальном шоу, группа «Звери». С живым выступлением целых три композиции они исполняют здесь, в студии нового тотального шоу. А прямо сейчас премьера. Премьера «Глюкоза. А снег идёт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Своего телефона на айп.